МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продавлены на аукционах и знайшли новых уладальников уже около 2 тысяч капитальных сбудований. По этому показчику Гомельская область находится на первом месте в Беларуси. По этому на уведенных в эксплуатацию объектах створено около 1,5 тысячи прационных мест. По часу 13 Гомельского экономического форума было подписано 18 погоднений об намерах. Инвесторы выказали жадание укласти сродки у развития практически всех основных Галин экономики. Разом с тем, сегодня белорусские предприемства не только шукают замежных партнеров, а и сами проводят модернизацию. Ситуация на предприемствах Гомеля Балхарш-Прама ознайомился Олег Синтероу. Модернизация вытворчасти на акционерном товаристве «Спартак» началась в 2013-м. Все лето тут сдали в эксплуатацию автоматизованную линию по вытворчасти вафельных вырабов. Кошт проекту 10 миллионов евро, терминокопности 3,5-й годы. Проект, реализованный в рамках инвест-договора между «Спартаком» и Гомельским облаканкамом, на предприемстве кажут, что эта вытворчасть позволит полепшись основные экономичные показчики. У отразления тех же «Сукерок» опыт на вафельную продукцию, постоянную на протягу тяго года, этому и загрузка могут на силу стопроцентная, а прочатого линия полностью автоматизованная, что ведет до повеличения объема в вытворчестве. Общий объем производства вафельных изделий вырос на 20%, что составит около 1000 тонн за год. Это даст нам возможность завоевать весомую долю зарубежного рынка. Прежде всего мы рассчитываем на нашего стратегического партнера Российскую Федерацию, а также на рынке Китая, Грузии и Монголии. Гомель Абалхарч Праме называют головную умову для проведения модернизации, и она повинна уличить конъюнктуру рынка. Перед тем, как укладать в новую вытворчность значное сродки, необходимо уличить все количества. Тут и энергосберажение, и конкурентоздольность, и в уголе запотребованность продукции. Заходя из этих позиций, уже запланованы работы на ельцком консервовом заводе, а так само пройдя модернизации Гомельского виноробчика и Мазарсоли. Больше складанная ситуация на Гомельском клушевом кабинате. Уластными силами проблемы коллектив не выражать. Каб гэтае предприемство почало отповедать с участным потребованием, необходимо шукать инвесторов. В том числе на форуме мы предлагали несколько инвестпроектов, которые, по нашему мнению, достойны внимания инвесторов. И если будет такая заинтересованность со стороны, то, что сам жирокомбинат такие огромные, ну, большие инвестиции на сегодняшний день не сможет осуществлять, то будет какое-то дальнейшее продолжение вот этих вот инвестпроектов. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадио «Компания Гомель». До речи, размова про направки работы и перспективы развития предприемства, які объеднувают Куб Гомеля «Былхарджпрам» подясь сегодня в программе «Деалог». Гостем студии станет генеральный директор предприемства Андрей Демедовец. Программа «Видеоэфир» одночасована на телеканалах «Беларусь-3» и «Беларусь-4» у 19.01.5 хвилин. Свои питания вы можете задать, потелефоновавши по номеру промога эфиру «Гомеле» 77 68 45. Протягиваем выпуск. Сегодня у Гомеля отбылось ушанование переможцев областного огляду конкурсу на левшую публикацию о профсоюзном руху у Гомельской области у региональных сродках массовой информации. До церемонии узнагарожения финалисты творчого споборництва приняли удел у круглым столе на тему друкованной выдании в сучасных умовах и ознайомились с работой редакции газеты «Гомельская правда». Гэта найстарайша газета «Наша краины». У наступном годе коллекты урыхтуются святковать, я е 100-гадовый юбилей. А кроме ашматгранной журналистской деяности, супрацовники газеты «Гомельская правда» освоивают и новые направки развития. До прикладу больше, как 4 года на территории редакции функционует «Выдовецкий дом», где ведется выпуск розной полиграфичной продукции, начинающая от визитных карток и паштовок до книг, билбордов и баннеров. Причем «Выдовецкий процесс» включает в себе написание тексту, фотосдымку, распроцовку дизайнерского оформления и кончатковый выпуск продукции. На рахунку «Выдовецкого дома» такие буйные проекты, как «Гомельская губерния», «Гомельшина уникальная», «Гомельшина аграрная», «Гомельшина житё после Шарнобыля». Газета «Актуна» развивается и у интернет-просторы, постоянно удосконаливающие свой портал «Правда Гомель». В ближайших перспективах открытие уластной радиостанции «Правда Радио». «Гомельская правда» никогда не стоит на месте, поэтому ближайший наш творческий проект – это открытие «ФМ-радио», которое будет называться или называется уже «Правда Радио». Думаем, что вещание начнётся где-то в середине, во второй половине августа. И пока территория Гомельской области и вокруг её 30 километров, поэтому будем рады своим новым слушателям. Подробязную информацию об ушиновании пероможцев, областного огляду конкурсу, налевшую публикацию о профсоюзном уруху Гомельской области о региональных сродках массовой информации глядите в наших наступных выпусках. У Гомельском районе проходит взлёт конкурс от Рады у юных инспекторов дорожного уруха. Удельниками стали больше за 80 школьников с Беларуси и России. Урошистая церемония открытия взлёта отбылась на передо дни на набережной СОЖа. Какие конкурсные выпробования шагают юных инспекторов, доведался Дмитрий Котов. Вертолёт у неба над ракой СОЖ, прибытие команды в области на теплоходе и массовые танцевальные выступления. Церемония открытия 44-го взлёта юных инспекторов дорожного уруха прошла с великим размахом. Удельников всё лета больше, как 80. Каптра Петюгомель и они проходили попередние отборы у своих регионах. Головная мета взлёту, профилактика дитячего травматизма на дорогах и пропаганда здорового ладу життя. Самое главное, что как сотрудники госавтоинспекции мы можем для себя отметить, что на сегодняшний день в структуре аварийности дети наши страдают в дорожо-транспортных происшествиях гораздо реже по своей вине, нежели по вине взрослых. Поэтому что-то подобное, наверное, уже впору проводить со взрослыми. Традиционно на взлёт приезжает команда Российской Федерации. На этот раз наших соседей представляют школьники из Краснодара. Российская Федерация принимает участие в республиканском слёте-конкурсе юных инспекторов движения каждый год. За это мы хотели сказать огромное спасибо организаторам этих соревнований. Также команду Белоруссии каждый год мы приглашаем на межгосударственный слёт юных инспекторов дорожного движения в Россию. Программа взлёта юных инспекторов насыщенная и текавая. Школьники будут выявлять, кто лепш за остатних, ведая правила дорожного руху, оказывая первую медицинскую допомогу и володая навыками воджения велосипеда. Так само для удельников подрихтованы разностайные спортивные и творческие конкурсы. Для меня это, конечно, очень важно, потому что мне хотелось бы самой узнать побольше о правил дорожного движения, о оказании первой медицинской помощи и научиться кататься правильно на велосипеде. Усе конкурсные выпробования проходят у санаторий «Золотые пески», який знаходится на территории Гомельского района. Выники будут подведены 28 мая. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Тут и несправность першного обсталявания и выпаливания сметя. Так у Весцы Тесновой Рогачевского района за выкористание огню подчас расчистки огородов сгорание расповсюдилось на больше, как гектар площади. Просгодину после прибытия выротовальников пожар был локализованный. Огонь не пошел в лесы, а лишь без страту не вышлося. Знишены домовладания и сарай. Местные жители не понимают, когда начинают выжигать на приусадебных участках вот эту сухую траву и не понимают, какие могут быть последствия этим действиям. И в прошлом году, и в этом не исключение. К сожалению, вот такие действия приводят к трагическим ситуациям. Травмируются люди и в том числе и погибают люди. Глядите программу «Надзвышальная ситуация» сегодня у 19.1.45 на телеканале «Беларусь-Шатыры Гомель». Геты и инши новини вы можете знайсти на нашем сайте в интернеті по адресе www.cvragomel.by А гетам выпуска завершены. У студии працавала Маргарита Шибукова. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин